всем привет на канале удача сегодня мы с вами в нашем таком подкасте за чашечкой кофе затронем тему заработка при помощи youtube а почему я решил сейчас с вами поговорить именно на эту тему очень много пользовательниц зрительниц процентов на 90 остальные процентов 10 остаются за зрителями пользователями есть в интернете которые приходя к нам на канал смотря эти видео которые мы для вас снимаем монтируем вкладываем в них свои ресурсы свое время скажем так свои деньги для того чтобы донести до вас ту информацию которая может быть прошла мимо вас они видят эти видеовыпуски и тут же их начинает трясти от непонятно то ли от ненависти то ли от злобы от зависть я не знаю как это объяснить но многие из них пишут примерно одно и то же сидишь там морда пьяная шоу бы лучше зарабатывать нормальные деньги сидишь при помощи ютуба зарабатываешь каждым видео свои сумасшедшие баблищи а мы блин бедны в общем по поводу вот этих вот примерно такие вот комментарии что мол типа я у почему-то у них складывается ощущение того что я сижу на социале как сейчас бюргер гельт я сижу на этом посуде нигде не работаю только тема занимает что снимаю видео выпуски есть тут такой человек живет в нашем регионе он действительно нигде не работает и ну как-то под по счастливой случайности он несколько лет назад открыл свой канал и канал у него взлетел вверх буквально с нуля и он действительно сидит на социале нигде не работает он монтирует видео ежедневно выкладывает как минимум один видео выпуск на канал тем он и зарабатывает как же зарабатываю я одна дама мне буквально неделю назад написала под видео опять же вот украинские беженцы и так далее как они о нас отзываются как они отзываются о стране в которую они приехали написала мне под тем видео что мол она разочарована в германии хоть она несколько лет назад приезжала так изредка сюда в германию как туриста может быть по какой-то деловой поездке я не знаю она этого не сказала не написала но она разочарована германии разочарована тем что здесь у нас творится а особенно ее скажем так обидели немецкие автобаны хваленые немецкие автобаны ведь везде говорится что так выехал на автобан и как в избитой фразе какой русский не любит быстрой езды но она не русская она украинка во первых во вторых хотела тоже наверное погонять на немецком автобане но не тут то было на многих участках автобана в германии есть ограничение скорости 130 километров в принципе для жигулей это для обычных советских жигулей этот предел мечтания разогнать свою телегу до 130 километров в час она будет трястись и греметь также как запорожец которые едет со скоростью 45 километров в час и гремит весь и в нем даже почему в нем радио не устанавливают потому что бесполезно ни хрена не услышишь так вот она наверное рассчитывала на то что приехав сюда в германию не знаю может быть не жигули а может не шевроле желтого цвета фиг их поймет рассчитывала наверное на то что она здесь на автобанах будет рассекать вовсю есть тут такие участки есть и очень много таких участков когда снимаются все ограничения по скорости и ты можешь выгнать на своей машине столько лошадей сколько она в состоянии из себя выдавить то есть на пределе возможности ну естественно бензин или солярку жрет потом немерено на максимальной скорости но она сказала что мол вот ваш этих хваленые автобаны никак не разогнаться каждые 50 70 километров у вас на ваших автобанах идут стройки постоянные ограничения скорости 50 60 80 километров в час куда ж тут разгоняться а заканчивается одна стройка начинается другая отвратительно ну если автобаны то тут ей не понравились то я то причем потому что после этого она после отвратительных автобанов она назвала что-то меня омерзительным и сказала шел бы ты лучше куда-нибудь работать сидишь тут трепишь сплетни языком как баба и зарабатываешь бабло на ютубе одна дама блогер с севера германии как-то сказала твои слова до бога уши когда ей сказали вот каждым своим видосом штуку баксов зарабатываешь вот и теперь давайте мы подходим к этому оплате за эти видео во первых чтобы подключить монетизацию на youtube канале необходимо выполнить определенные требования выставляемые тебе ютуберами это как минимум 1000 подписчиков лет десять назад было 100 подписчиков представьте 100 подписчиков и все уже можешь свободно подключаться к монетизации и 4000 часов просмотров за последние 365 дней то есть начиная с сегодняшнего дня 365 обратно если с завтрашнего дня то с завтрашнего дня 365 обратно не последние 12 месяцев а именно 365 дней должно быть 4000 часов просмотров чистого времени только тогда после вот этих вот выполненных двух пунктов ты имеешь полное право подавать заявку на подключение к монетизации когда у тебя на канале 3000 часов просмотров ты можешь подавать заявку на как бы частично монетизацию то есть у тебя включается членство клуба на канале ты можешь раздавать людям вот эти вот типа членские вот эти разделы допустим клубные создаешь какой-то раздел к примеру политика или там плавание там зож или кухонные рецепты и создаешь вот эти вот подкасты и к этим подкастами если люди подписываются то они платят в месяц ту сумму которую ты допустим обозначил максимальная сумма 10 долларов в месяц вместе с каждого человека на это одно но когда у тебя выполнены все требования ютуба не нарушая правил сообщества у тебя есть тысячи подписчиков на канале у тебя 4000 часов просмотров реального времени за пара за прошедшие 365 дней не будем говорить год 365 дней тогда ты подаешь заявку на монетизацию в течение некоторого времени обычно они пишут что нужно подождать как минимум три месяца они проверяют твой канал были ли у тебя нарушения были ли у тебя предупреждения от самих ютуберов от администраторов за использование чужого контента были ли у тебя какие-то скажем так запретные темы на канале из-за которых у тебя были прения с ютубом если ничего этого не было тебя подключать к организации так вот теперь мы переходим к оплате за видео выпуски к тому что многие вот эти вот зрители говорят вот он сидит трепет как алкоголик трепет один мне даже написал ну что он заработал себе на куриво сходи купи себе сигареты да покури ну то тому пользователю таким же как он я сразу говорю ребятушки увы вы ошиблись я не курю я экономлю это раз как матросским танго я ничего писать не буду я экономить себе буду но такие я экономлю я не курю я не пью в тех количествах которых привыкли вы это заливать себе в глотку да но я не говорю про всех я говорю про тех кто вот так вот лезет прямо так рыться в грязном белье у других ну есть такие люди им это нравится им это натура такая такая натура звонит когда сказать это прачечная нет это министерство культуры ну примерно как в том анекдоте так вот есть один блогер он живет в баден-бюртенберг в городе гайслинге я как его канал не знаю его зовут виталик так вот он совершил ошибку у него еще нет не было никакой монетизации на канале но он за создал свою фирмочку он украинский беженец он создал свою фирмочку ему тут же прилетело письмо job-центра дорогой ты обязан предоставить все количество заработанных с тобой на ютубе денег и тогда мы пересмотрим твое пособие для того чтобы смотреть или выплачивать тебе до минимального прожиточного минимума или снять тебе вообще способия но у человека даже монетизации на канале нет он просто языком натрепал в job-центре что у него есть youtube канал и он хочет этим зарабатывать идем дальше его жена открытое видео сказала но мы ведь не знаем сколько это будет сколько нам будет платить youtube в один же месяц он может заплатить тысячу евро а в другой месяц может заплатить полторы тысячи евро то есть это люди которые вообще далеки от вот этой монетизации далеки от вот этих вот скажем так понятий сколько чего платит youtube и когда многие пользователи слышат вот такие высказывания от людей не знающих у них сразу этих у этих пользователей складывается впечатление о блюдо там грибок бабло немерено блин там лопатами деньги вытаскивают из земли в тачках возят да ничего подобного я скажу вам открыто да у меня есть на канале монетизация да у меня есть фирм очка потому что ты обязан в германии живя ты обязан подавать все свои доходы налоги платить в налоговую записывать налоговую декларацию чтобы не оказаться якобы нарушителем закона ты же не миллиардер которому наплевать на этот финансам наплевать на все и лишний раз заплатил миллион и опять живет несколько лет спокойно простому человеку нужно необходимо просто платить налоги со своей зарплаты со своих там скажем вторичных заработков и так далее у меня есть вот это вот ведомственная бумага по которой я зарегистрировал вот эту маленькую фирму и с этой фирмы раз в год нужно платить налоги скажу вам открыто youtube вот у меня посмотрите сами на данный момент скажем так грубо говоря 12 тысяч подписчиков на канале есть видео которые вообще не идут но я их не удаляю в надежде на то что вдруг когда-нибудь они все-таки рубанут вперед есть видео которые очень хорошо идут есть просто тема которая подымает этот канал и вы прекрасно знаете что это за тема я не буду сейчас лишний раз ее касаться но чтобы youtube платил ежемесячно вот к примеру у меня на канале чтобы youtube платил ежемесячно тысячу евро вы знаете это было бы не хило скажу вам честно это было бы не хило я пока от ютуба таких денег не видел не вряд ли я их увижу потому что в месяц если и набегает до сотни у меня кстати монетизация подключена всего-навсего три месяца назад можете себе сопоставить какой я богатый стал миллионер ну так продолжаем если в месяц добегает хотя бы до сотни потому что минимальная прогресса фарао зетсум то есть минимальное требование 70 евро в месяц должно быть то это хорошо когда youtube тебе не в конце месяца а в конце следующего месяца с 21 по 27 число выплачивает заработанные твоими видео каналом деньги за прошлый месяц то есть если ты к примеру 1 сентября открыл свой пошла у тебя с 1 сентября монетизация за весь сентябрь допустим ты заработал 73 евро да эти 73 евро тебе youtube заплатит не сразу с 1 октября а он тебе и заплатит в конце октября с 21 по 26 или 27 число переведя эти деньги тебе на счет естественно это ты обязан для того чтобы тебе теперь деньги переводили на счет ты обязан быть зарегистрированным не только на youtube ирландскому-то в дублинском отделении youtube как налогоплательщик но и через соединенные штаты потому что головное предприятие находится в соединенных штатах а теперь для тех кто считает что тут гребут деньги лопатой как вы считаете можно ли укрываться от уплаты налогов когда ты сам подключаясь к монетизации уже дал о себе все данные абсолютно везде это надо быть просто дураком для того чтобы надеяться что например налоговая тебя не накроет а вось обойдем это налогом понимаете вот эти деньги которые начисляет youtube за видео выпуски это не за ваши комментарии это не за ваши лайки или дизлайки это не за распространение видео это за ту рекламу которую youtube подключает к вашему видео допустим у меня идут видео выпуски в начале идет реклама в конце идет реклама и вот за вот эти вот рекламные блоки даже если у вас стоит блокиратор рекламы на интернет-браузере все равно вас как это первая секунда или вторая секунда включается эта реклама вас прерывается видео но потом ваш блокиратор срабатывает запускает дальше этих двух секунд хватает ютубу для того чтобы поставить галочку что пользователь такой-то с айпи адресом таким-то посмотрел рекламу даже если вы ее не посмотрели с телевизором немножко сложнее на телевизоре нужно как минимум минуту сидеть просматривать все эти рекламные блоки только потом ты можешь переключить дальше смотреть видео еще раз повторяю youtube платит не за ваши комментарии не за количество подписчиков которые пришли а за рекламу демонстрируемую на вот этих вот видео выпусках и еще одна женщина там была она мне сказала то примерно то же самое как вот эти вот в начале когда говорю мол типа я безработный да я сижу на социале да мне делать нечего да блин здоровый мужик блин да рожа твоя некоторые рожа твоя пьяная да вся твоя морда обкуренная шоу бы куда-нибудь устроился работать и зарабатывать специально для вот тех вот пользователей которые считают что я действительно ничего не делаю кроме бра-бра-бра перед камерой да говорю значит вы граждане пользователи зрители зрительницы знаете сколько в германии составляет сумма пособия бюргер гельта 560 евро так да так вот умножьте эту сумму нет не будем нет скажем по-другому моя годовая зарплата моя годовая зарплата превышает эту сумму почему я говорю годовая чтобы у тех людей которых давит жаба у которых зависть чтобы немножко включился мозг и они свои те знания в математике и арифметике которые получили когда-то в школе применили на деле и тогда высчитали мою зарплату сколько я получаю в месяц моя годовая зарплата превышает вот это вот социальное пособие этот бюргер гельт в очень много раз то есть моя годовая зарплата сумма которую я получаю по итогу за весь год работы выходит примерно в 59 65 тысяч евро как вы считаете можно ли такие деньги заработать только при помощи youtube наверное да можно было в начале когда youtube только стартанул и у людей особенно в америке там были возможности купить видеокамеры запустить свои видеоканалы я даже знаю одного парня он живет где-то по моему в нью-джерси и у него каналу уже кажется лет 14 до или 15 он на этом канале показывал свою комнату показывал где он живет школу показывал но другой трети буквально за пару лет его канал взлетел на несколько миллионов пользователей и ему действительно тогда платили хорошие деньги парень просто не знал куда девать эти деньги но подключив свою умную голову и по совету своих родственников он открыл два ресторана фастфуда грубо говоря бургерные все парень сейчас зарабатывает проценты с работы вот этих ресторанов иногда он приходит в эти рестораны сам посуду моет естественно он работает где-то у него есть фирма но вот вам реальный пример того что youtube когда-то платил google когда-то платил действительно хорошие сумасшедшие деньги но с годами чтобы прийти к этой монетизации и такому успеху как было у того парня это что-то уже нереальное поэтому намного стабильнее стоять на ногах и прочнее если ты действительно работаешь я работаю только в одном месте вот уже 16 лет подряд и как я уже вам сказал сумма моей годовой зарплаты превышает понятия тех людей которые думают что я зарабатываю только при помощи ютуба вот я назвал вот эту сумму 59-65 тысяч евро в год вот теперь пусть они вот это вот поделят на 12 месяцев из этих 12 месяцев вычтут скажем так несколько тысяч рождественской гратификации и они тогда получат те деньги которые я получаю в месяц а youtube это как бы ну свободное времяпрепровождение я когда-то этот канал запускал для того чтобы делиться с кем-то своими спортивными идеями идеями о здоровом образе жизни там что-то себе рассказывал хотел попробовать себя допустим в области скажем так путешественника снимал видео о своих путешествиях о поездках но вижу что поездки нет они мне нравятся но это не моя тема есть люди которые запускают видео о поездках показывают какую-то ерунду рассказывают вообще полнейшую чушь и у них почему-то эти видео взлетают нереально высоко набирая только за сутки по 50 по 100 тысяч просмотров хотя у этих людей на канале всего-навсего 2-3 тысячи подписчиков вот этих алгоритмов ютуба я не понимаю у меня же эта тема ну не пошла но когда я взялся за тему вот этой миграционной политики за то что вот эти вот мигранты тунисцы марокканцы все вот эти вот творят в германии а потом ну просто почему я еще взялся за украинских беженцев которые действительно многие из них живут здесь как на халяву и не хотят работать накипело действительно накипело и я решил все это высказать пока эта тема идет я пока буду оставаться в этой теме но это не значит что я на этой теме зарабатываю нет я зарабатываю совершенно по-другому совершенно другими вещами зарабатываю я работаю у меня другая работа у меня другие интересы в жизни а ютуб я делюсь при помощи ютуба с вами своей точкой зрения на происходящее своим мнением на политическую ситуацию в стране где-то я обхожу теплыми словами наших немецких политиков как вы считаете если бы я укрывал к примеру уплату налогов за вот этот вот youtube канал от финансовой гвардии вот аналоговые инспекции вот это вот финансам немецкий да если бы я укрывал имел бы я смелость говорить что наша аналена бербок зеленая настолько что зеленее не бывает да или роберт хаббек лучше бы он писал книжки-страшилки для детей и дальше чем сунулся в экономику или сунулся на пост вице-канцлера страны или я к примеру уже вам открыто говорил что шольц это ну канцлер скажем так халиф на час сегодня он канцлер завтра он никто и он это прекрасно понимает ему на меня наплевать мне на него наплевать потому что мне он не нравится потому что я его не выбирал я когда шел на выборы в бундестаке ставил галочки в этом бюллетене совершенно за других людей и эти люди если вдруг донесут до них что вот есть такой вот блогер в баварии который сказал ты такой-сякой а ты вообще криворукая и там непонятно какая да именно будет наплевать на меня понимаете так же как мне на них наплевать и особенно вот эти вот люди которые пышут ненавистью брызжут ядовитой своей слюной в экран телефона или телевизора или компьютера когда они смотрят на эти видео выпуски и видят правду но то пусть они тогда их не смотрят эти выпуски что же могу сказать когда я говорю открыто о том что на самом деле происходит когда я сказал что почему канцлер шольц оттягивает поставки крупных партий вооружение украине мотивируя это тем что с одной стороны вроде бы это нужно украине для защиты но с другой стороны что же получается мы будем поставлять оружие украине а солдаты украины будут и дальше делать себе наколки с рейхсадлером со свастикой с фашистскими генералами и зиговать друг другу получается мы поддерживаем фашизм мы поддерживаем неонацизм примерно такие вот мнения в верхушке канцлерамта среди шольца и его заместителей примерно такие мнения так почему почему мы должны это укрывать почему когда я показываю реальную фотографию которую показали не фотографии а видеорепортажем как это бмп со свастикой на борту украинской бмп проезжает по дороге показали это открыто по телевизору в первую очередь немцы коренные местные немцы возмутились до предела как это так как это так то есть они сами начали говорить это мы что ли помогает неонацистам это два года назад немцы стали говорить не русские которые изначально говорили что блин это немцы стали говорить а украинцы или украинские беженцы которые попадают сюда на этот канал и видят то что я показываю эту правду говорят ты проплаченный кремлебот это галимый фотошоп да ты сам это намалевал мне один как-то тоже вот украинец написал гадский такой комментарий на украинском языке что ты хаешь великую пять восклицательных знаков германию ты расистская свиня тебе до немцев как до пекина раком это наши парни они жартуют это не нацисты это захистники украины то я кышцы захистники украины як шо у них свастика на кожной руце та зброя а вон ища зигуют ну какие же это ребята это люди у которых действительно мозги уже повернуты на бекрень они считают что они воюют за нацизм я не спорю в россии тоже такое есть в русской армии особенно среди российского населения полно идиотов которые тоже делают себе наколки фашистские нацистские и так далее что там говно что там говно извините меня за такие открытые слова но в той в российской стороне это говно не поставлено на государственную основу как я уже говорил в одном из видео как это сделала украина поставив вот это вот нацистское говно на государственный уровень ну ладно это все нафиг эту политику возвращаемся к теме заработка поэтому для тех кто кипит от злости и ненависти на то что якобы я вот говорю что украинские допустим беженки говорят что германия дно и т.д. и т.д. и т.д. снимают в германии вот эти вот мусорные кучи и говорят вот смотрите какая германия грязная страна а казалось выстраивали себя типа эталон социальной жизни и т.д. то есть когда я говорю о том что они делают на меня почему-то сыпятся камни со всех сторон мне почему-то пытаются сказать что я охаиваю бедную украину я охаиваю честных людей что я допустим эти все кучи мусора это не здесь это где-то там но это придумал я то есть получается что мне кто-то я не хотел говорить ему фамилию мне один там написал да это антон птушкин это он срал на германию значит не один видел видео этого антона птушкина который был в швейцарии в гостях из города констанс приехал со своим знакомым фридрис хаффен а в этом в этом городе как раз в том районе по которым они ехали на машине был день сбора пластиковых мешков и вот эти пластиковые мешки с мусором аккуратно были собраны в кучи и вот этот антон птушкин сказал о да вот она реальная германия как только выехал из чистой швейцарии в германию сразу кучи мусора грязь и вонь это ваш антон птушкин граждане украинцы это ваш антон птушкин говно ну по другому не скажешь вот он зарабатывает действительно хорошие деньги обсирая другие страны потому что он начал это говно сам а когда вам говоришь правду вы обижаетесь понимаете когда говорит ложь да она она мягкая сладкая приятная для слуха но ложь она гнилая она гниет быстрее она портится и пшик и нету лжи и правда выходит наружу а потом уже да от этой правды никуда избавиться хоть она и жесткая и горькая и колючая но это правда и поэтому вот этим вот людям зрителям которые будут считать и дальше не посмотрев это видео что я к примеру при помощи вот этих вот нескольких видео или всего ютуб канала зарабатываю сумасшедшие деньги господи я еще раз вам говорю ваши слова до бога в уши если бы мне ютуб платил действительно такие сумасшедшие деньги которые вы представляете себе в вашей голове то я бы сегодня ездил к примеру ну тоже наверное как украинские беженцы на Мазерате или на Макларене вот например или имел бы двухэтажную виллу где-нибудь на юге Италии а чё бы нет чё бы нет а ютуб же платит только блин до такой суммы чтобы купить себе такую машину или построить такую виллу о которой я сказал нужно чтобы ютуб платил лет пятьдесят в таких суммах которых он платит сейчас в море поэтому давайте вот это вот я сейчас это видео снял специально для вас чтобы вы знали какие примерно суммы выплачивает ютуб за эту монетизацию и когда люди только-только входящие в режим монетизации раскатывают свою губень на как минимум тысячу а то и полторы тысячи евро в месяц только одного заработка с ютуба они будут дико разочарованы тем когда они получат свои первые три копейки с этого ютуба они поймут что ё-моё да проще пойти где-нибудь работать блин чем сидеть и ждать что тебе заплатят ютуб и ты станешь богатым всех денег мира не заработать не надейтесь а у меня к вам на сегодня все не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий для желающих поддержать наш канал финансово вот что приносит деньги каналу под каждое видео ссылки на доноты это не принудительно это добровольно кто желает может нас поддержать ну а нет ну на нет и суда нет как говорится в общем не болейте всем удачи и не забудьте почаще заходить на канал пока 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 что вы все все что и в общем не вы Продолжение следует...